А я! А я! А я! Головка! Я б сказал, отчего? Ха-ха-ха-ха! Его голоса. И только хотел записывать следующую серию, как оказалось, что я уже умер. Меня уже, что называется, убили. И убил меня вот этот призрак, или вот этот вот элемент, я не знаю, который убивает тебя каждый раз, когда ты просто стоишь на месте в комнате. Короче, я обосрался, грубо говоря. Господи, какой милый лосенок, да? Лосенок-колененок. И теперь мне приходится начинать заново, потому что игра меня нигде не сохранила. То есть начать там с сотой комнаты нельзя. Поэтому я вам так скажу, это, наверное, будет последняя уже серия по спути со всем. То есть, наверное, я сейчас пройду, знаете как, я пройду первые сто комнат, первые сто комнат, из них покажу вам все самое сочное, когда на меня начнут там нападать и так далее. А потом, также, наверное, покажу, может быть полностью, а может быть самое сочное, с сотой по двухсотую. И вот уже после этого я, наверное, дальше играть не буду, потому что игра даже не сохраняется. И, ну, это как бы не то, чтобы очень интересно. Играть, когда игра тебя даже нихера не сохраняет, ты не можешь загрузить этот режим с последнего оставленного тобою места. И в итоге ты вынужден, как последний идиот, начинать все заново и бегать, бегать, носиться. Что называется, сбрасывать вес со своей, наверное, жирной жопы, я не... Пошла жара, пол... Кто это? Какой-то труп за мной гонится, за мной гонится труп. Так, за мной, ребята, гонится труп, труп в мешке, труп в мешке. Есть такое высказывание, кот в мешке, а у меня не кот в мешке, ребята, а у меня труп в мешке. Это круче, да, это даже круче, чем кот в мешке. Ещё круче, это когда труп кота в мешке, но это, знаете, это не для этого случая, лучше бы это был кот. Это самый, что ни на есть, не кот, это здоровый такой мужик, охренеть. Куда мне надо? А, вот, дверь, так, отлично, я уже думал, не найду. Стоп, стоп, давайте, убегаем. Так, ну здесь можно ничего не вырезать, я на самом деле думал, что буду вырезать. Хотел самое сочное показывать, но самое сочное началось в начале серии, как видите. Сочнее некуда. В прошлый раз, когда мы играли в бесконечный режим, я нарвался на неприятности куда позже. Куда позже, чем когда просто запустил игру. Там надо было комнат 50 пройти, пошли, по-моему, первые проблемы. Да иди! Нихрена ты, чашечка, голос у тебя прорезался. Чё в тебя там налили-то, чашечка? Там бухлоадовая, по-моему, какое-то у тебя. Да иди ты в очко. Не напугайте, я уже, что называется, стрелянный воробей. Так, всё. Всё, закончилось. Ну, вы знаете, я вам так скажу, может быть, даже вырезать ничего не буду. Может, одним махом 200 комнат пройдём. Чё вырезать-то? Вы сами видите, что замок стал другим. Я думал, он таким же будет. Я думал, он будет таким же, как в прошлой серии. А он... Комнаты поменялись. Я думал, только будут эти вот чувачки... Ааа, какая радость! Я думал, будут только чувачки в капюшонах, а враги тоже поменялись. Враг тоже другой. То есть, всё другое. В принципе... В принципе, это не беда. Давайте, короче. 200 комнат за одну серию. Айда, как говорится. Ну, может, и не получится. Может, меня убьют просто по дороге. Но... Я, по крайней мере, попытаюсь это сделать. 200 комнат за одну серию. Давайте же поставим себе такую потрясающую цель. Так, ну что? 28. Уже есть. Это... Ну, десятая часть уже есть. Да, осталось ещё 9 раз. Вот так. И всё, и шикарно. Пока что я вам могу сказать, что в данный момент игра вроде бы никак особо не впечатляет. Ну, и это хорошо. Уже навпечатлялся я достаточно. За мной уже какое-то говно. А чё ты такой грустный? Я должен быть грустным. Я должен быть грустным. Я эту игру заново начинаю. 200 комнат. Ты должен быть, наоборот, весёлым. Весёлым, таким пугающим, скримерного типа, таким тостером. Ну, видимо, у него чё-то не задалось. Ну, наверное, ему тоже не нравится, знаете, что трупы какие-то тут бегают. Потом он же... Он же тостик. Его же сожрать могут в любой момент. Суровая судьба, когда ты тостик. Понимаете? У тостиков у них тяжёлая и короткая жизнь. Поэтому я его, в принципе, понимаю. Ну, ладно. Чё такое? Чё такое? Алё, звуки какие-то... Стрёмные. На заднем плане я слышу, как будто... О, ещё что-то там гремит. Чё происходит? Мне не нравится вообще звуковое сопровождение. Там никого нет? Ну, вроде никого. Вроде я спокойненько себе бегу. Никто меня не трогает, да? Ну, как будто бы да. Как будто бы да. И в то же время не факт. В то же время, может быть, чё-то, да, начнётся сейчас. Так, тут... Оу! Что за комната такая? Это окно, типа, да? Ну, тут можно не торопиться. Вроде никто не нападает. Я поисследовал так. Давай сюда теперь. Ага, слушайте, ну... На самом деле, вот... Страшнее игра стала. Она не была такой страшной в оригинале. Тут как бы звуковое сопровождение. Оно давит на тебя. Психологически, морально давит. О, ещё лучше звуки пошли. Ну, зашибись. А дальше что? А дальше что? Рэпер Фейс запоёт. Куда уже? Давайте мы уже немножечко, может, какие-нибудь звуки-то по лайтове вставим. Ну, по-видимому, нет. По-видимому, ребята... Чем дальше, тем страшнее. Ах ты, пидрилка фарфоровая. Ты посмотри на него, а? Ну, слушайте, ладно. Так, хорошо. Видимо, прохождение игры это просто грёбная разминка по сравнению с тем, что предстоит вот здесь, да? Здесь это просто жесть. Это... Это прям испытание для нервов. Это адреналин. Это... Чё? А, понятно. Так, ну чё, 50 комнат, смотрите. Тут, в принципе, можно вообще не переживать. С себя всё равно не сохраняет, поэтому... Сколько бы комнат ты не прошёл, ты всегда в опасности. Надеюсь, из тебя сделают самую вредную, самую канцерогенную картошку-фри, мудак-то, а? Вот я очень на это надеюсь. Падла. Так, хорошо. Кстати, комнаты короче, чем были в бесконечном режиме в первой серии. Реально короче. Так, давайте. Оп. Оп. Окей. Так. Проходь. Чё-то я не пойму. Как будто бы... Как будто бы у потолка опухоль. Или... Или, может быть, это у потолка яйки висят. Не знаю даже, как-то охарактеризовать вот эту надстройку. Подстройку вот эту потрясающую. Ну чё, пока что всё ок. Пока что всё норм. В принципе, всё вполне себе цивилизовано. Бежим спокойненько и следуем до... О, не, не хочу. Блин, не надо вот этого. Твою мать. Донг, да? Донг. Динг. 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 О, всё, подобрал. Практически сразу. Так, хорошо. Оп. Давай-ка. Сюда. Что такое? Что за звук сейчас был? Мне не понравился звук, который сейчас был, ребят. Это опять этот мудак в мешке за мной охотится? Или чё? Наверное, нет. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Всё хорошо. Так, давайте. Побежали, погнали. Всё. Отлично. 70 комнат, ребят. 70 комнат. Ну, кстати, перед сотой комнатой, наверное, что-то должно начаться. Пока всё пучком, как видите. Главное, не стоять долго на месте. Меня это уже один раз подвело. Так. Вперёд. Что такое? Опять жуткие звуки. А что ж ты будешь делать, ребят? Сколько ж можно жутких звуков? А-а-а! 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 А это вот было неожиданно. Я чуть не обосрался. Я привык, что там всегда есть фруктики, там тостики и ещё какое-то говно. Такая рожа, а, стрёмная. Такое, блин, вы знаете, и без резкого появления напугать-то может, а? Ну ладно, ладно, ладно. Всё, мы не с им. Мы не с им. Мы брутальные, суровые главгерои-мужики. Хотя я даже не знаю, за кого я играю, если честно. Блин. Так, не хочется задерживаться тут особо. Обстановка не очень приветливая. Бежим дальше. Так. Дыры тут какие-то, а? Вот кто вот это вот настроил? Понабрали каких-то мудаков, у которых руки из жопы растут. Они понастроили каких-то дырок, я вообще. Техника безопасности очень хромает у этого замка. Дыры торчат. Дыры торчат какие-то. Потом пропасти какие-то торчат. Всякие трупы в мешках, что называется, рычат. И за тобой гонятся. Ну, это все как-то... Мне кажется, это нарушение техники безопасности. Вот реально. Мне кажется, надо вызвать какую-нибудь комиссию, которая бы тут все эти дела расследовала. Потому что, ну, когда за тобой гонится оживший труп в мешке, наверное, это немножко не по правилам, немножко не по ГОСТу. Поэтому... Тихо. Поэтому я думаю, что нужно срочно наводить тут порядок, понимаете? Нужно... Нужно срочно, ребята, тут что-то делать. Что это такое, блядь? Скелетики! А, ну да, конечно. Что же еще? Так, ну что? 90 комнат уже есть. Сейчас мы сделаем полдела, ребята, уже. Уже полдела будет готово. Вот-вот. Что-то... А, иди ты нахер! Рожа, а? Стремная какая. Нет, это плохо. Это плохо. Нам такую рожу не надо, пожалуйста. Не надо нам... Куда ты? Куда ты стену-то трахим-трахим? Не надо стену трахим-трахим. Слушайте, сотая комната уже вот-вот. А на меня еще никто не напал. Приколитесь. Что такое? Что заиграло, я не понял. А ну, а ну... Ого, ну все громче. Музыка все суровее и суровее, ребята. Так. Ну вот, меня типа сохранило, но оно нихера не сохранило на самом деле. То есть это... Это не работает. Ты не можешь потом загрузить этот режим с этого же места, понимаете? Вот такая вот печаль. Ну да, я понимаю, котенок усирается от ужаса. Я тоже... Я тоже бы так. Я тоже, я тоже на самом деле такой же. Так, ну что, пошло дальше. 101-я комната. Как мы можем наблюдать, по-другому все выглядит. Дизайн полностью поменялся. Тут, видимо, другой человек отвечал за... Блин, вот эта комната плохая. Это если кто-то за тобой будет гнаться, он тебя в ловушку там поймает. Понимаете, в чем дело? Нельзя допускать. Ящики какие-то. На склад мы какой-то попали, да? 104-я комната. Ну ладно, давай, так. Сюда? Сюда. Так. Сюда. Ну, допустим. Фух. Допустим. Так, теперь... Теперь, ребят, что? Теперь вот так. Ну, в принципе, ничего не происходит. То есть... Я думал, спуки придет. Мне казалось, что это такое. Знаете, момент для ее появления. Хе-хе-хе-хе. Те нахер. Ой, блин, понастроили говна. Так. Понастроили говна, вот тебе и на. Да что такое? Блин. Динг. Донг. Еще раз. Динг. Динг. Донг. Твою мать. Вот на этот раз мне, видимо, так не фартанет. Куда теперь? Хорошо. Слава тебе, господи. Так, ну, окей. Все, выбрался нахер я отсюда. То есть я выбрался я отсюда просто. Надеюсь, что не нахер. Нахер я выбираться не очень хочу. У меня уже было достаточно опыта с мертвецом в мешке. Ну, серьезно. А кто-то еще будет нападать? А то что-то я все бегаю, бегаю. А все, никого нет и нет. Так, понимаете? Какой-то бесконечный режим, он настолько бесконечный, что, видимо, атаки решили растянуть в бесконечности на бесконечные интервалы времени. Бесконечности. Поэтому я даже начинаю немножко скучать. Слышишь? Игра. Нет, стрёмные звуки, это, конечно, тоже круто, но этого недостаточно. Давай экшон. Экшон какой-нибудь давай. Ну, например, сюда. О, ты глянь. Такого я давно не видел. Просто открытая дверь, которая является частью комнаты. Вот так вот. Так, ну что ж. 120-я комната, ребят. 120-я комната. Я уже, знаете, я уже даже не знаю, что тут можно обсудить. Просто мы идем по однообразным коридорам, как бы, и все. Игра совершенно забила на меня болты. Она не хочет меня развлекать, я так понимаю. Она просто хочет, чтобы мы шли и смотрели вот на эту срань. Ну, да, и, наверное, может быть, мне нужно в каком-то приложении поставить оценку тому, кто все это дело проектировал. Может быть, на это меня пытается игра забайтить, я не знаю. Дизайнер как бы кричит мне своими вот этими саными обоями. О, пошло так, трупик. Это снова он, ребята. Это снова он. Он вновь что-то от меня хочет. Ну, хоть так. Я, правда, надеялся, вообще-то, на то, что мне дадут нового врага, но, тем не менее. Давайте его хоть раз смотрим, не? О, слушайте, что-то быстрое какое-то, не? Хе, ты-то... А, нет, тут не в ту сторону, вот в эту. Ага, меня не надуешь в этот раз. Я помню эту комнату, да-да-да. Так, все, четко. Сюда теперь. Ага. Мне нравится, что каждый раз, когда наш главный герой открывает дверь, у него откуда-то силы еще бегать берутся. Что за волшебные двери такие? Что это за такая допинговая дверь, которая замещает тебе укол в жопу там, я не знаю, каких-нибудь... Эээ, что называется, энергетиков. Так, окей, сто тридцать четыре. Сто тридцать пять, ребят. Все, мы выж... Ой, какое жуткое место, да? И звуки соответствующие, да. И место жуткое, и звуки соответствующие. Куда дальше-то? А, вот сюда. Ну, окей. Так, скоро будет уже 150 комнат, ребята. Мы уже как бы уже нормально так. Мы уже так четенько сделаем, если 150 комнат пройдем. Это уже более половины пути точно будет. Слушайте, ну я не знаю, давайте я, наверное, на этом остановлюсь и продолжу с какого-нибудь интересного момента. Ха, вот это вот я вам решил показать, потому что такого вот монстрика, нарисованного на картонке, я еще ни разу не наблюдал. Такого, кстати, вот тоже. И... 150 комната. Господи, что происходит? Твою мать! Куда идти-то? Не ори! Не ори, дура! Что это? Что это такое? Что на меня нападает-то? Кто-нибудь объясните мне, что это за монстр? А, я так понял, это теле... Тихо. Я видел там девочку какую-то, или мне показалось? А, это же яндыра! Это же яндыра с помехами! Помехочная яндыра, ребят! Вот так вот. Мы, в принципе, с ней уже знакомы, но теперь она почему-то... Вот таким вот... Куда... Куда надо-то? Слава богу, выбрался. Так, меня уже... Меня уже отняли немножко здоровья. Вы знаете, может быть, даже я до двухсотой не добегу. Еще отняли! А че такое? Почему не отнимается-то? Я щас умру, ребят. Умираю потихоньку, а! Блин, ты посмотри! Еще и комната так... А-а-а-а! Все, прощайте навсегда! Нет? Жив. Пока жив какого-то хрена. Здоровье подняли! Нормально. 161-я комната. Фух! Все, в безопасности, вроде бы. Да? Так, ну нормально, хорошо. 162-я. Фух! Пока что, наверное, до двухсотой. Я думал, мы добежим в спокойствии, да? О, опять началось! Блин! Да нахрена ты опять здесь? Вот дверь. Так, все, бежим. Нет, в спокойствии не добежим, ребята. 167-я комната, и вот как вы можете наблюдать, началось. Вновь. Вновь это говно дает о себе знать. Так. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Рыбки какие-то плавают. Ох, рыбки! Рыбки! Как я вам завидую! Какая у вас спокойная, веселая жизнь, рыбки! Знаете, да отвали от меня, дура! Знаете, плаваешь там что-то, ба-баб, рот открываешь, и никакие даже непонятные сволочи, патлаты, за тобой не гонятся, да? Ох, и как прекрасен мир, когда ты рыбка. А я вот, ну, правда, не Настя, хотя у Насти рыбки тоже, наверное, все хорошо, я не знаю. Но я могу сказать, что у меня все плохо. У меня вот все точно плохо. Так, ну что, давайте, 175-я комната уже, что такое? Куда? Я не вижу ни черта! Блин, ну это не честно, ребята, я ж нихера не вижу, куда бежать-то. Вроде бы сюда. Так, автоматы. Mall of the Spook, это все уже было. Миссис Спук. А этот не работает, да? А я! А я! А я! Головка, я бы сказал. Чего? Ну все, ребят, получается, я добежал еще одна комната и 200, да? Да, 200, пожалуйста. Сохраняемся, едем вниз. Вот тут какое-то очко. Ну, я о чем могу сказать? На этом мы уже, пожалуй, закончим, потому что... Я, во-первых, честно признаюсь, там это не то, чтобы очень весело. На тебя нападают, может быть, в 10-15 комнат из 100. Все остальное время даже записок нет почитать, как это было раньше. То есть ты просто бегаешь среди каких-то одинаковых коридоров и как бы все на этом. То есть... И это будет длиться бесконечно. Это будет происходить бесконечно. И доиграть до конца это невозможно. В то же самое время, если я сейчас выйду из игры, все мои результаты нахрен скипнутся, да? Поэтому я могу только вот разве что посмотреть для интереса, как будет выглядеть этот этаж, раз уж мы приехали. А, он вот такой вот, да? Типа кирпичные стены. Кто-то, наверное, сейчас нападет опять. И так далее и тому подобное. Но, слушайте... Ой. Слушайте, а что так... Что-то это мне, знаете, напоминает. Древний Египет, наверное. Да, вот я смотрю на это, у меня почему-то мысли про Древний Египет. Это надо назад поворачивать, иначе мы не закончим, или этот коридор все-таки кончается? Коридор кончается? Коридор кончается, да, слава тебе. Господи, коридор кончается. А, и это мы дошли до этой комнаты дебильной, где надо там три раза к двери подходить. Короче, все, понятно, ребят. Давайте на этом будем заканчивать. В общем, я обещал раньше, как минимум, еще одну серию по этой игре. Вот я ее, что называется, произвел на свет. Можете, вы посмотрели, я надеюсь, вам понравилось. Но дальше мы уже растягивать с этим не будем. Уже со спуки, наверное, на этом попрощаемся. Потому что я больше не хочу сейчас в эту игру играть. Как только я из нее выйду, все мои результаты пойдут к коту под хвост. И опять придется начинать этот режим с самого-самого. начала. Ну и хрен бы с ним. Давайте, короче, на этом заканчивать. Все, спуки, ты повеселила нас от души со своим потрясающим замком. Но всего есть предел. И если вам понравилось это видео, если вам нравились вообще все наши приключения со спуки, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.